ТФИ представляет Поль, подмени камень Ну, пошла Совместное производство ТФИ, Алия Продуксион, Тельфранс Медиасет, Тель Люксфильм Режиссер Жан-Даниэль Верхэ Здравствуйте, господин мэр Как поживаете, Сорель? Жан! Мемориал Святой Елены Да он знает наизусть Новый Завет по латыни, конечно А вот Шелан говорит повсюду, что это чудо какое-то Это Вальнон дает больше? Три года учебы Парень говорит по латыни лучше любого ангела, господин Дореналь Три сотни франков в год Триста франков плюс одежда и стол Вообще-то он хочет поступать в семинарии Прекратите Как видно, он больше способен к учебе, чем к драке Ладно, я с ним поговорю Нет, я сам Я вас проведу, господин мэр Сюда, пожалуйста По крайней мере, не бонапартист Богослов, господин мэр Ладно Предлагаю триста пятьдесят франков Но чтобы ответ был нынче вечером А ежели не заладится И придется мне у вас его забрать Одежду оставите? Подумаю Да, иду Проходите Это дом господина Дореналя? Это он Кто он? Воспитатель, которого вы наняли Пойду за ним Можете войти Жюльян Сорей Оставь нас, Элиза Так это вы хорошо говорите по-латыне? Да, сударыня Должна вам признаться Мне трудно свыкнуться с мыслью, что между мной и сыном будет теперь еще кто-то другой Однако я не ожидала, что вы такой И так вы бегло говорите по-латыне? Да, не хуже аббата Шелана А порой он по доброте своей говорит, что даже лучше Это так неожиданно Что, сударыня? Да нет ничего Просто я себе представляла старого Киры Но не то чтобы старого Они ведь подчас такие суровые и неприветливые Но вы ведь не станете сечь моего сына? Конечно же нет, сударыня Нет Станислава в будущем месяце исполнится 12 Сейчас он у моих родителей Вернется завтра А, вот и он Здравствуйте, Жюльян Здравствуйте, сударь Начнем сразу с хороших манер Отныне здесь все, кроме нас, разумеется, будут называть вас сударь Вот и видите, в нашем доме с людьми обращаются хорошо Если, конечно, мы ими довольны Сами убедитесь Если мы вами довольны, вы не пожалеете Сейчас говорить об этом еще рано, но я знаю, вы мечтаете о семинарии Я бы мог для вас кое-что сделать Назначить, скажем, небольшую ренту Там видно будет В свою очередь я бы вас попросил прекратить ваше прежнее знакомство Я не желаю, чтобы мой сын общался с людьми не нашего круга Может быть, показать ему дом? Этим займется Элиза Элиза А сейчас отправляйтесь ко в город, к господину Дюрану Суконщику Пусть пошлет вам сюртук Вы же не можете ходить у нас в старой одежде А заодно и постригитесь Его кто-нибудь видел? Элиза Передайте господину Дюрану, чтобы доставил ваш костюм нынче вечером Пока не вернулся наш сын Его воспитатель должен выглядеть солидно и пристойно Да, сударь Элиза, комната господина Сорелли готова? Да, сударь Ну и чего же вы ждете? Извините И что вы о нем думаете? Через месяц он идет Нет, нет, я их не выношу Я просто их не выношу Но ведь ты ко многому привык Любовь не была тебе колыбелью Если бы я мог прямо сейчас поступить в семинарию Я рад, что ты чувствуешь призвание, но будь осторожен, дитя мое Хочешь? Да, благодарю Церковь Это убежище Но не бегство Я об этом частенько тебе говорил Вы до сих пор сомневаетесь во мне? Не строй иллюзий, Жульян В отношении того, что тебя ожидает Священник должен обладать определенными чертами характера Терпимость Самоотречение Отказ от благ земных Для меня это не такой уж серьезный отказ Ты все сжег? Книги, документы? Да, да Все, что доказывает твою приверженность императору? Да, все Будь осторожен Буржуа считает, у них на все теперь есть право Даже на то, чтобы рыться в вещах своих слуг Я знаю Гордец Ты ненавидишь богатых, презираешь бедных Ты ненавидишь и то, откуда вышел, и то, куда идешь А ты действительно знаешь, куда ты идешь Как дела, Элиза? 43-17 Не сделал Не сделал бог того иным народом, и суд своим не явил 419 Бог Израиля Он сам наделит народ своей силой и добродетелью Я никогда не выучу, как много вы знаете Примитесь-ка за работу Настанет день, когда вы будете знать не меньше меня, если будете прилежны Элиза, что это ты делаешь? Ничего Наполеон пожелал вернуться к роскоши прежнего правления Королевство сёстрам, дома своему семейству, драгоценности матери А ещё короноваться – предел нелепости Но король, Карл Десятый, тоже пожелал короноваться, разве не так? Но он же законный тринц, как-никак Бурбон К чему эти споры? Те-то вы уже ни о чём не говорят, коль скоро их можно купить Ведь так, господин, больно Это верно, мы живём в королевстве выскочек Можно мне пойти поиграть в саду? Да, мой милый А вы, господин Сорель, вы человек не нашего… не нашего возраста Что вы об этом думаете? Думаю, о чём, сударыня? Ну, обо всём, о нашем обществе Я думаю, есть выскочки среди знати А есть и люди скромного сословия, которые… подчас… благороднее иных аристократов А как узнать подлинного аристократа? По образованию и по деликатности обращения с людьми низшего сословия Мураво А Бонапарт, кто он, по-вашему? Бонапарт, убийца Он мне омерзителен Ну и как тебе тут? Как вы сюда вошли? Через забот Хорошо тебя в толстопузах, не обижают? А по виду и не скажешь Мама, мама! Я ищу Жульена, вы его не видели? Он тоже тебя ищет, скорее всего, зашёл в дом Я не мог удержаться и написал ещё одно Но зачем же право? А про ласточек вы сказали, оно очень милое Моё стихотворение про ласточек Пожалуйста, прекратите посылать мне письма Боже мой Жюльен, Жюльен Да не стойте же вы, как чурбан, бегите за помощью Не стойте Жюльен Не может быть Боже мой Вы открыли глаза Что случилось? Он спит, я ему добавила в питьё несколько капель арники И компрессы, обязательно нужно делать компрессы Он не захотел, а тем лучше Венуа такой ревнивый А вы говорите, компрессы Он из мухи слона раздует На днях так и сказал С тех пор, как в доме этот воспитательишка Ты со мной не разговариваешь и вообще не замечаешь А ведь он прав? Разве нет? В конце концов, он всего лишь сын плотника Хоть он и знает латыни, всё такое прочее Я так и сказала господину Кюре Ты говорила с Аббатом? У меня кое-какие сбережения, а скоро ищу наследство Тётка оставит мне галантерийную лавку Могли бы там с ним обосноваться Но он же хочет стать священником Вот и жаль А с ним ты говорила? Луиза, можно войти? Нет, мой друг, я с Элизой Доброй ночи Доброй ночи Ты говорила Жильянову? Я пыталась и не раз Он часто приходит ко мне в бельевую У него всего две рубашки Но и когда я не успеваю их погладить Получаю нагоняй, само собой У него всего две рубашки? А мне нравится, когда он бронится Будто я ему жена Как думаете? Захочет он на мне жениться Я-то в него сразу влюбилась Когда я ещё только открыла ему дверь А сколько тебе лет? Восемнадцать Для меня в твои годы Всё было определено заранее Всё решили деньги Всё легче, а с деньгами-то Да, гораздо легче Милабр пишется через И? Милабр, М-И Итак Когда закончите Перепишите список вредных насекомых Можно вас? Хорошо Перепишите страницу из книги Я сейчас вернусь Утром у него был жар Как он себя чувствует? Немного простужен, но ничего серьёзного Муж меня упрекает, что я слишком с ним ношусь Вы уверены, что он здоров? Хотите убедиться сами? Нет Станислав делает удивительные успехи И я вам очень за них признательна Да-да Он очень сильно изменился Возможно, вам известно, что я единственная наследница Очень богатого дядюшки Он посылает мне подарки Я даже не знаю, что с ними делать Мне было бы приятно, если бы вы согласились принять Несколько ловь-донов Маленький подарок на покупку белья Только это будет наша тайна Не говорите мужу Я человек бедный, сударыня Но я не лакей И никогда не позволю себе скрыть от господина Дерреналя То, что касается наших с вами денежных отношений Вы оскорбились? Сударыня, вы обо мне низкого мнения Я его унизила Этого юношу, которого уважаю, которым восхищаюсь Я его оскорбила Если бы вы знали, как он на меня посмотрел А когда я сказала, что не могу говорить об этом мужу А почему вы с ним об этом заговорили? Все денежные дела всегда ведет мой муж И я не имею привычки вмешиваться Какой позор Я не знаю, что делать Налить вам воды Да, пожалуйста, с сахаром Какой ужас Я его оскорбила Вы всего лишь коснулись открытой раны Задели больное место Вам незачем себя упрекать Он маленький гордец И заслуживает урока И еще Ведь Лиза с вами говорила, да? Со мной тоже Вам известно, что с 16 лет я замужем за очень порядочным человеком Между нами полное взаимопонимание Но однажды вечером, слушая эту юную девицу Она молодая и прелестна, правда? В ней столько свежести, столько пыла Глаза у нее блестели, когда она со мной делилась своими планами, надеждами И все же мне возбунтовалось Ощущение несправедливости Это ревность? О нет, Боже упаси, только нет Скорее, зависть Горечь Сожаление Как представлю себе эту юную пару Он мечтает стать священником? Господь Ничему не позволяет длиться долго В молитвах и размышлениях обретете вы силы, справитесь со страстями, что вас тревожат Они сопровождают нашу жизнь и подступают, когда уходит молодость Вы хотели говорить с Господом Богом, ну а теперь вам нужно поговорить с мужем С ним нужно решить эту небольшую проблему Жалование Искренность и доверие Путь к подлинному взаимопониманию И вы стерпели, что какой-то слуга вам отказал? Но жильем не слуга Коль скоро он не дворинец, живет в нашем доме и получает жалование, то он слуга Я с ним сам поговорю, с этой деревенщиной Я дам ему сто франков при свидетелях И посмотрю, как он осмелится их мне вернуть Сто франков вы с ума сошли? Да, правда, это многовато При свидетелях какая оплошность? Если вы его унизите, он уйдет от нас И вы знаете куда? Да, но не можем же мы проглотить подобное оскорбление Этих людей надо уметь держать в руках Хорошо, дайте ему сто франков, один на один в виде исключения Вы правы, это все из-за меня Не мое это дело заниматься деньгами Больше этого не повторится Ох уж эти женщины, всегда у них что-нибудь не в порядке Элиза, пошли с нами Прогуляйтесь вместе с нами Хозяин говорит, надо вам поесть Не то сил не хватит для завтрашнего путешествия Я не хочу есть, у меня жар Дай мне, пожалуйста, не доел у молока Ты плакал? Он отказывается Вот так-то Он отказывается? Кто-то, небось, ему гадости про меня наговорил Или он считает меня дурнушкой Только и всего Наверняка причина в другом Он ведь всегда говорил, что хочет стать священником Пусть меня повесят в день его первой проповеди Он сказал тебе нет? Нынче утром Может, вы бы с ним поговорили В конце концов, терять-то мне уже нечего Я с ним поговорю Спасибо, сударыня Спасибо Вы правда поговорите? Конечно Может, все-таки хоть что-то поедите? Пожалуй, чуть-чуть жаркого Элиза, и немного риса? Ореховые деревья в саду Их вы тоже собираетесь срубить? Двенадцать деревьев, и каждый у меня отнимает поларпана зюби Ведь в их тени пшеница не растет Можно ли все переводить на деньги? Нужно Ведь каждое дерево должно приносить доход, как и все остальное Приносить доход? Да вы только об этом и думаете Джулиан Элиза просила меня с вами поговорить Элиза? Мне нечего сказать А, потому что с Элизой Она очаровательная молодая девушка Кроме того, она вот-вот получит наследство К тому же, она милашка, я бы на вашем месте Друг, мы сейчас речь идет не об этом Да так о чем же? Прямо сейчас я не могу принять решение Подумайте Вообще-то моя жена права Ваш отец всего лишь скромный плотник А если у малышки еще и сбережения? Не настояйте, друг мой, вы его смущаетесь Джулиан, Джулиан, идите к нам Постойте Я хочу сказать, что подкрепил бы у Павани и Лизы кругленькой суммы Если, конечно, вы оба готовы остаться какое-то время у нас на службе Премного благодарен Но у меня другие планы Извините Да, он хочет поступать в семинарию Ну, вы о ней сами со мной заговорили Но раз у него призвание, это прекрасно И говорить тогда не о чем Ну вот ничего и не говорите Скорее, я проголодался Живей, живее Ну и как? Станислав, Станислав Взгляните И отнесите своей матери Спасибо, Маймина Спасибо, Маймина Спасибо, Маймина Спасибо, Маймина Луиза Что, друг мой? Я приехала, вы уезжаете? Я председательствую на совете в Верьере Вернуть в субботу До субботы До субботы Еще одна, да? Два Три Нет, четыре 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 Станислав Станислав, угадай, кто к нам приехал Станислав Возьмите Возьмите А то простудитесь Ах так? Ну, берегитесь Я вас поймаю Я не видела этих туфель Откуда они? Из Парижа Моя кузина Находит, что я слишком скромно одеваюсь Кто первым добежит до линии И получит кучу денег? Ваш сын хочет сделать из меня атлета Станислав обожает его Сразу же сумел понравиться А ведь он скрытный парень Во всяком случае Со взрослыми Станислав? Нет, Джульен Твой муж Должен быть доволен Ты, наконец, позволила сыну повзрослеть Да и сама повзрослела Пора уж Верно Я никогда не слышала Чтобы ты когда-нибудь говорила О чем-либо кроме Бога О своего мужа и сына Можно убирать? Да, мы закончили Пойдемте, Станислав Уже поздно Идите спать Спокойной ночи, Джульен Когда мы были девочками в монастыре Немного флёрда раньше Она и тогда обращалась со мной Как с младшей Ты говоришь так, как будто я твоя бабушка А мы одного возраста С разницей в два месяца У вас есть братья и сёстры? У меня два брата Если бы ты знала, что это за чудовище А кто ваши родители? Я уверена, что вы похожи на свою мать Я не знал своей матери А мой отец? Мой отец Человек грубый и необразованный Ни о чем, кроме денег, он не говорит Знаем мы таких, верно? Наш век испорчен деньгами Не знаю, кто хуже, те, кто их имеют Или те, кто к ним стремится Но давайте лучше поговорим о вас Не сказал бы, что хочу этого Извините меня Должно быть, я кажусь немного мрачным Но это не природное моё качество Всё дело в том, что у меня было трудное детство А вы сегодня столько змеялись Это во многом благодаря вашему присутствию Потому что едва ли не в первый раз в жизни Я не чувствую себя среди врагов У нас тоже были враги в пансионе, ты помнишь? Честная правда, особенно у тебя Не только у меня Помнишь, с нами в монастыре была Камилла На прошлой неделе вторично вышла замуж Какой чудесный вечер Какая тишина Какой покой, словно омолчание Моцарта Тише, тише Стойте Подождите Нет Не сюда Не сюда, а сзади, там Сзади Кто-нибудь возьмите моего коня Солома нынче хороша Да Здравствуйте, Пьер Здравствуйте, сударь Здравствуй, Жермен Здравствуйте Так, а что здесь происходит? Почему вы один? А где Жульен? Где ваша мать? Где мадам Дервиль? Наверное, все еще спят Они поздно легли Я слышала, как они разговаривали до двух часов ночи Господин Сорель, вы знаете, который час? Полагаю, вы хорошо спали? Ничего страшного Ничего страшного Вас не ждали так рано Я же вам сказал, что нынче утром доставят матрасы В доме никакого порядка Это невыносимо Здравствуйте, друг мой Господин Сорель, я жду вас в гостиной Я спрятал под матрасом портрет Если его найдут, я погиб Портрет? Если Бенуа его найдет, я погиб Сударь, можно? Да, Элиза Я ухожу и хотела бы получить расчет Вот оно что Вот что за новость Нельзя ли узнать, почему? Впрочем, неважно Вы говорили с хозяйкой? Хозяйка поймет Поговорим об этом в Верьере Жюльен, Жюльен, где вы? Слушаю, сударь Что с вами, Жюльен? Простите, я очень устал Послушайте, я плачу вам не за то, чтобы вы отдыхали Сударь, я ни разу не оставил вашего сына без внимания Мой сын встает в семени и должен вас ждать Если вы считаете, что с другим воспитателем он достигнет больших успехов, я готов уйти Да что с вами сегодня? Имею я право сделать вам замечание или нет? Сударь, я знаю, куда мне идти, если я вам не нужен Ладно, уходите Что за скверный характер? Жюльен Жюльен, это не серьезно Вам у нас плохо? Я в самом деле очень устал Хорошо, отдохните день или два Подольше поспите Благодарю вас А когда вернетесь, думаю, будете вставать в положенное время Луиза? Луиза Я спала, они вытащили меня из постели, чтобы заменить мой матрас А мой матрас и так был хорош Мама, сегодня уроков не будет, Жюльен уезжает Уезжает? Благодарю Вы нас покидаете Мне дали Два дня выпуска Два дня выпуска Десять часов С последним ударом я беру ее за руку Беру ее за руку, она не отнимает ее Я снова беру, сжимаю и не отпускаю А потом? Она ее уже не отнимает С самого утра я думал только об этом Я сказал себе Если нынче вечером не возьмешь ее за руку и не удержишь хотя бы десять секунд Беги в свою комнату и пусти себе пулю в лоб Но что это? Желание обладать, игра, воздаяние мужу? Это гнусный тип Слышал бы ты его беседы с их друзьями Как они говорят о Наполеоне? Узурпатор Уродец Карлик Как бы я хотел поставить их на колени Увидеть на коленях этих мерзких, богатых стариков с дряблыми задницами Увидеть, как они рухнут на колени, а я бы кричал им Риволи! Арколь! На колени перед безвестным неимущим лейтенантом, который стал властелином мира Благодаря своей доблести и своей шпаге На колени, старые пни А ещё благодаря женщинам Ладно А что ты теперь собираешься делать? Задержать её руку на десять секунд дольше? Рука это, конечно, неплохо, но... Что но? Но Бонапарт в твоём возрасте добился гораздо большего от Жозефины В двадцать три года Договорились В двадцать три Будь осторожна, всё заметно Я сразу поняла Знаешь, почему? Вид у тебя не такой уж и весёлый, зато более счастливый Жаль, что это в первый раз потому-то и заметно Ты никогда не была кокеткой, а с тех пор, как замужем, ты только замужем, и вдруг это случилось Каждую минуту, каждую секунду ты думаешь о нём, сердце уходит в пятки Как только он появляется, ловишь каждое слово, каждый взгляд И жуткий страх, что всё это может кончиться так Жуткий страх, что всё это будет продолжаться И всё-таки будь осторожна, он человек пылкий, неистовый Он много страдал Ты всегда была наивной А дюльтер, как война Не произноси этого слова Какого слова? Война? Ничего не было и ничего не будет Я ни на минуту не осталась с ним наедине Что за шкатулка? Портрет? Должна быть женщина Он, наверное, сейчас с ней Да, я весь вечер только об этом и думала Неужели он с ней? Иначе он бы мне сказал, куда и уезжает Отца своего он ненавидит, у него никого нет, кроме Аббата Шелана, а он в отъезде Женщина, которую он, возможно, когда-то повстречал Но где же он мог её встретить? По-твоему, успеха добиваются благодаря женщинам? Всего добиться нельзя А потерять можно всё, это точно Ну, а как сам? Как твоя торговля? Не жалуюсь Я поставляю дрова всем шишкам в округе А твоему отцу это не нравится Ты его видел? Он на меня сердится с тех пор, как я ушёл с лесопильни Мне нужен щитовод, Жульин Если тебе интересно, иди ко мне, компаньонам и несантимам в качестве начального взноса Будешь получать четыре тысячи франков в год И не надо будет возвращаться к этому мерзкому Реналю Лет через восемь у тебя будет сотни-две золотых, и ты обеспечен Ты ведь знаешь, деньги мало, что для меня значит Я хочу прославить своё имя Я уверена, что ты выиграешь, любовь моя Как прошло путешествие? Удачно? Интересно Меня приглашают в компаньоны в одно процветающее предприятие Луиза, прошу вас, помогите вашему сыну Будь добра Вы были далеко? Чей это портрет? Я хотела бы знать Мне лучше уйти К ней? К женщине с портрета? Если я здесь останусь, я никогда не стану священником Что-то произошло? Вы как будто нервничаете Нервничаю? Нет-нет Напротив, с вами мне очень спокойно Да? А почему? Не знаю, быть может, потому что вы единственный из всех, кто не видел меня в обличии крестьянина-сироты Прекратите, а то я расплачусь Ну вот Очень плохо сыграно В жизни надо быть внимательным Иначе всякое может случиться Понятно тебе, мой мальчик? Я бы выпила настой вербены Что ты сейчас читала? Принцессу Клевскую? Ты читала? Ах да, ты же не читаешь романов Да нет, я как раз взялась за чтение Начала опасные связи Лакло? Этот распутник, бесстыдник Эта книга, конечно же, не из библиотеки твоего мужа Часто мы ничего не знаем о тех, кого знаем лучше всех Как и о себе Мама, папа опять выиграл Но мы сыграем еще партию Нет, хватит в такое время, пора спать Ночью откройте дверь в вашей комнате Мне нужно с вами поговорить Я бы тоже выпил настой, если еще осталось Станислав, поцелуйте маму и в постель Спокойной ночи, моя любовь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...